Девять социальных проектов предложили активные новоуральцы для рассмотрения на конкурсе «Росатом вместе». Темы самые разные – от общественных пространств до развития досуга на территории Новоуральского городского округа. Подробнее расскажет Алексей Кузнецов. «Росатом вместе» – программное мероприятие, формирующее целостное представление о социальных проектах Госкорпорации «Росатом». Его главная задача – объединение территорий и выявление возможных точек роста. В этом году муниципальные координаторы презентовали интересные идеи своих проектов и в дальнейшем представят свои ролики, в которых расскажут о ходе реализации в разных отраслях нашего города. Первый конкурс – это конкурс социальных проектов, для участия в котором муниципальные координаторы этих проектов представляют ролики для голосования дальнейшего. Ролик под названием «Один день из жизни муниципального координатора». Главной темой на заседании было обсуждение общественных проектов, которые представили организации и учреждения на городской конкурс «Росатом вместе». В этом году выделены средства на реализацию социально значимого проекта, который объединит максимально широкое количество новоуральцев. Собрание было посвящено тому, что нужно выбрать лучший проект и выяснить, какие потребности есть у города. Было представлено 9 проектов и в результате народного голосования лидером стал движение с «Росатомом» с проектом остановочных комплексов. Второе место присвоено созданию инновационного научно-образовательного центра на базе Новоуральского технологического института МИФИ. И третье место – маршрут 7Э – организации творческих станций, локаций, учреждений и организаций. Кроме информации о проектах «Росатома» на остановках будет информация о самих учреждениях. Адрес, телефон, ссылки на социальные сети, сайт, афиши мероприятий. Старшее поколение, ожидая автобус, может прочитать интересные факты истории. У города есть потребность благоустроенного общественного места и создания в городе свободного пространства, которое могло бы быть доступно для разных категорий людей. Это одна из насущных задач на ближайшую перспективу. Речь об этом шла и на форуме «Росатома». Когда мы смотрели, какие скамьи поставят, например, то смотря по городам туристическим сейчас, как Казань и все остальные, они должны быть на подвесах, скамья на подвесе, они вообще притягивают людей. А если еще их накрыть от солнца, то я думаю, там, ну, это будет постоянное место посещения наших горожан. Хоть в этом конкурсе победит только один проект, но все созданные варианты будут использованы и задействованы в дальнейшем развитии нашего города. Алексей Кузнецов, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания.